Люди часто подхватывают респираторные заболевания, такие как бронхит. Острая его форма может протекать безболезненно, а может серьезно повлиять на здоровье и стать опасной для жизни. Вот что вы можете предпринять на начальных стадиях заболевания дома. Пить больше воды. Ведите в привычку потребление одного стакана воды каждые два часа. Это поможет вам сократить количество слизи и расширить бронхи. Дышать паром. Давний рецепт наших бабушек – подышать над сваренной в мундирах картошкой. Как вариант, дышать над горячей водой с добавлением эфирного масла эвкалипта или сосны. Эвкалипт – антибактериальное средство, он размягчает слизь. Масло сосны – отхарьковающее средство, которое избавляет от мокроты. Употреблять пищу каенский перец. Эта приправа способна творить чудеса с волосами и кожей. Благодаря веществу капсаицину, перец имеет острый жгучий вкус. Он отлично очищает заложенный нос и легкие от накопившейся слизи. Использовать эфирное масло орегано. Орегано – не только ингредиент для пиццы. Его рекомендуют при бронхите, потому что оно имеет антибактериальные свойства и поддерживает здоровье бронхов. Смесь имбиря и гвоздики. Все ингредиенты в этом рецепте хорошо борются с простудой и укрепляют иммунитет. Налейте в кастрюльку 2 литра воды и поставьте на огонь. Добавьте в воду щепотку корицы, 10 палочек гвоздики и столовую ложку тертого имбиря. Перемешайте смесь, доведите ее до кипения. Прокипятите несколько минут. Пейте отвар горячим. Употребляйте чеснок правильно. Чеснок – это и антивирусное средство, и натуральный антибиотик. Но как следует употреблять чеснок при простуде? Попробуйте такой рецепт. Налейте в кастрюльку 250 мл молока. Добавьте к нему столовую ложку измельченного чеснока. Доведите смесь до кипения. Дайте ей покипеть несколько минут. Перелейте в стакан, употребляйте горячим. Не забудьте про мед. Добавьте 1 чайную ложку меда в горячий чай или горячую воду с лимоном для избавления от воспалений в горле. А какие вы знаете рецепты от простуды и бронхита? Напишите нам в комментариях. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok